Как называют операцию ВСУ в Курской области, вот в этой среде? Это что? Это атака? Это наступление? Это вторжение. Они называют это вторжение. Они пишут про то, что натовские сапоги топчут исконно русские земли и Курскую область. Ну, собственно, и вся их тональность того, как они пишут о событиях в Курской области, она именно такая, что война пришла на нашу землю, нам нужно воевать. Первые несколько дней это был абсолютный шок и хаос. Сейчас немножко устаканилось, хотя, честно говоря, последние, наверное, два дня опять общая интонация меняется с уверенной и тревожной. Это из-за того, что мосты взорвали? Из-за того, что мосты взорвали, они не тревожились. Это интересный момент, это нужно просто понимать, как устроено это задсознание. Когда взорвали мосты, их основной вопрос был, почему российские ракеты не взрывают украинские мосты. Они не писали о том, что, очень мало точнее, о том, что под угрозой оказывается российская группировка войск, которую отрезали. Они мало писали об эвакуации гражданского населения, которая тоже будет осложнена. Писали, но немного. Основной посыл был именно, почему украинская армия так может, а мы нет. Иван, а кто с точки зрения ЗЭД-авторов главный вредитель? Вот кого обвиняют ЗЭД-автора? Глава генштаба. Конечно, Герасимов. Всё, что связано с провалом, это вина Герасимова и бывшего губернатора Старовойта. Периодически ещё вспоминали Турчака, который якобы приезжал принимать вот эти вот фортификционные, как это правильно называется, заграждения. Сооружения, да, сооружения, которые якобы должны были защитить Курскую область. Но вот сейчас Старовойта и Турчака вспоминают меньше, а Герасимова, но не каждый день, но через день точно. А что... Я читала как раз в вашем телеграм-канале о том, что возмущались как москвичами, которые продолжают праздновать. Это было такое целое направление, что как же они могут. Но также было возмущение в отношении местного населения, которое уезжает. Да, вот это было... Я бы сказал, что это единичные всё-таки случаи, потому что, вот я уже один раз отвечал на этот вопрос, да, Z-авторы — это люди, которые поддерживают войну, но всё-таки клинических кретинов там не то чтобы большинство. То есть люди, которые... Да, был, значит, Дмитрий Стешин, журналист комсомольской правды, который перепостил видео вот обращения этого петербургского гробовщика, который, сидя в роскошном джипе, говорил, какие трусы живут в Курской области, почему они не берут в руки оружие и, значит, не идут защищать свою землю. Но, во-первых, это сообщение Стешина было встречено критикой со стороны Z-авторов, потому что, ну, как бы это худшее, что можно было сделать. И сами Z-авторы это понимали. Когда же речь идёт про Москву, когда же речь идёт про остальную Россию, это вечная тема, она никогда никуда не девается. Их страшно возмущает, и они сейчас уже об этом пишут, ну, прям совсем часто, их страшно возмущает, что для страны нет войны, что страна живёт обычную жизнь, ездит летом к морю, ходит в рестораны, в кино, воспитывает детей, берёт ипотеку, а не занимается фронтом. И вот я, наверное, два года уже хожу по интервью и говорю, что если вы говорите о деятельной поддержке фронта, об активной поддержке войны, это 7% населения. Сейчас это стали писать сами Z-каналы. Они, правда, пишут 10, но окей, пусть будет 10. Это точно, вот это их собственная оценка, что для всех остальных война страшно раздражает, все остальные не хотят ничего об этом знать, не хотят погружаться в военные новости. И надо сказать, что я нигде не видел свидетельств тому, вот в Z-пространстве, что события в Курской области хоть что-нибудь изменили. Сейчас, уже получается вторую неделю, я читаю каждый день иногда по несколько раз в день призывы, сплотиться, вот, значит, враг пришёл. Солидарность. Это продолжает оставаться призывами. Нету нигде. На военкоматы выстроились очереди или что-то ещё. Это всюду призывы, давайте вы это сделаете. Давайте вы это сделаете, потому что вы этого не сделали. Как, я не помню, кто это сформулировал первым, но это самая точная формулировка, так что, я думаю, что Z-авторы в этом смысле будут со мной солидарны, что население страны относится к происходящему в Курской области как к стихийному бедствию, а не как к эпизоду войны. А с их точки зрения, вот с точки зрения этих Z-авторов, всё ли правильно делает Путин? К нему отношение не поменялось из-за Курска? Это важный момент. Они не говорят про Путина. Это абсолютная табу. Вот я вижу, если ты видишь, это универсальное право. Если ты видишь текст, написанный про Путина, особенно написанный критически, его автор живёт за границей. Z-авторов, живущих за границей, немало. Их, в общем, ну там десяток наберётся. Но те, кто живут в России, они не пишут про Путина, за исключением, может быть, знаете кого? За исключением телеграм-канала полковника Клочкова. Вот такие вот, совсем-совсем маргинальные, совсем, значит, кому нечего терять. Вот они пишут о том, что вместо, собственно, как... Это цитата была, я с неё начал сегодня, что пока, значит, натовские сапоги тут топтят Курскую область. Да. Президент Путин занимается осмотром цеха по производству яблочной пастилы. Вот их это возмущает. Алекс Паркер про это может написать. Все остальные либо делают это очень телеграфно, ну то есть вообще безоценочно. Вот Путин прилетел в Чечню. Вот он сказал, что он тоже, значит, пехотинец. Вот он сделал что-то ещё. Никаких оценок. Единственный, ну как бы, доступный объект критики — это Герасимов. Подскажите, пожалуйста, вот вчерашняя новость про новые группировки войск Брянска, Курска и Белгород. Как на это отреагировали Z-авторы, в том числе на назначение Юнус Бека и Вкурова? Положительно, но они про это тоже пишут. Вот у меня сохранено за сегодня несколько текстов. Они говорят, что, во-первых, эти группировки были созданы довольно давно, просто про них сейчас объявили. Во-вторых, они задают вопрос, о кем они будут комплектоваться, потому что людей нет. Они предполагают, что комплектовать их срочниками всё-таки не будут. Это будет означать, что там будет существенный недобор по количеству военнослужащих. Кроме того, в этих группировках нет всего того, чем оснащена армия на фронте. И оснащена, надо сказать, они это тоже отдельно отмечают. Не министерством обороны, а волонтёрами. То есть дронами, средствами РЭБ, огромным количеством вещей, необходимых российской армии для ведения войны. То есть это вызвало положительную реакцию, но это не вызвало ощущение спокойствия или какого-нибудь восторга. Сегодня, мне кажется, что они больше обсуждают даже не это, а, возможно, и следующий удар. Возможный удар по Белгороду, возможно, удар по Брянску, возможно, удар по Крыму. То есть они ожидают новой атаки и нового продолжения наступления от ВСУ? Да. Они, это неправильно говорить, ожидают. Они уверены, что они последуют. Я хотела спросить ещё отдельно про срочников. Вы сказали, что они ожидают, что вот эти новые группировки войск, которые были анонсированы накануне, не будут формироваться за счёт срочников. А вообще, что они говорят об участии срочников, о том, что они там оказались, о том, что многие из них захвачены в плен? Есть какая-то позиция среди Z-каналов вообще? Как так получилось? Универсальной позиции пока нет. Вот видно, что они пытаются выбрать какой именно нарратив и ждут, что государство как-то им в этом вопросе подскажет, что кто-то сформулирует из главных не Аптиалудинов, а вот условно Путин скажет, что, значит, в тяжёлый для Родины час нужно всем сплотиться, в том числе с срочникам. Когда это произойдёт, все выстроятся по струнке. Сейчас пока идёт дискуссия. Очень многие, и это, пожалуй, превалирующая точка зрения, говорят, что российские срочники должны воевать так же, как и все остальные, что не нужно делать из них священную корову, людей катастрофически не хватает, значит, вот мы будем отправлять срочников. Другая часть говорит, что, как бы так скажем, а другая часть напоминает читателям о том, что российские срочники служат один год, что в их компетенцию входит ходить по плацу и красить траву, а воевать их никто не учит. И отправить их сейчас — это отправить их на убой. Поэтому вот пока нету, мне кажется, консенсуса. Хотя боюсь, что, как сказать, Z-общественное мнение склоняется к использованию срочников.